Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан в минувший понедельник Это было коротким, всего 1 час и 6 минут, причем 25% времени говорил лично Хабиров И эти 25% были отведены на его вступление к оперативному совещанию, что, собственно, было, конечно, нетипично Начал Радий Фаритович с реорганизации в правительстве, а именно с того, что он разделил пополам Министерство спорта и молодежной политики, собственно, на Министерство спорта и Комитет по молодежной политике Мы помним, что до вчерашнего дня этим объединенным ведомством руководил господин Хабибов Любимчик сенатора ядерной державы Лилии Гумировой К Хои он, собственно, и бегал за помощью, если что, но, в общем, добегался В итоге Хабиров разделяет ведомство на две части, что очевидно говорит о том, что господин Хабибов не справился с задачей организации спорта и развития молодежи в республике Башкортостан Вторая часть, то есть Госкомитет по молодежной политике, доверена в управление теперь девушке-заместителю господина Хабибова Гайдук Яне Александровне Ну, нам немного о ней известно, я, собственно, с ней успел поработать в администрации президента и помню ее как исполнительную и очень услужливую, вежливую девушку в управлении внутренней политики Но не более, пока ничего не могу сказать, с тех пор прошло достаточно много лет, посмотрим, как Яна Александровна с тех пор изменилась и каких знаний она набралась на других должностях Но, с другой стороны, Министерство молодежной политики в нашей нынешней политической парадигме в республике и в России в целом Это, конечно, исключительно пропагандистское заведение и пропагандистское учреждение, которое, собственно, будет заниматься там всевозможным воспитанием боевого духа, патриотизма и прочей белюберды в нашей молодежи То есть, ну, как говорится, только портить ее Далее Хабиров заговорил о COVID-19 и, собственно, эта тема стала центральной во всей оперативке и в его выступлении Я буду сегодня много цитировать Ради Фаритовича, потому что говорил он исключительно важные, зачастую исключительно глупые, зачастую возмутительные или пугающие вещи, но, в общем, цитат будет очень много Начиная говорить о COVID-19, Хабиров заявил, что тенденция инфицирования COVID показывает очень сильный и быстрый рост Активно распространяются иностранные штаммы COVID, и мы усиливаем меры, усилить нужно масочный режим, но главное вакцинация, конец цитаты Далее Хабиров заявил, что в десятки регионов Российской Федерации объявлена обязательная вакцинация Вот здесь конец цитаты и стоп Во-первых, Ради Фаритович, вы внимательно окиньте взглядом тех, кто пишет вам тексты или хотя бы делает заметки для ваших выступлений Ни в одном регионе Российской Федерации обязательной вакцинации не объявлено То есть вот то, что вы нам сказали на оперативке, Ради Фаритович, это наглое вранье Не надо нас пугать вот этими вещами, не надо нам рассказывать то, чего нет вообще Это первое. Более того, Ради Фаритович, я скажу такую вещь, что принудительная вакцинация на данный момент Законом Российской Федерации не предусмотрена вообще, от слова совсем, ее просто быть не может Но вы как юрист, наверное, могли бы этого и не знать Далее, обсуждая принудительную вакцинацию, Хабиров заявляет, цитирую В нашей республике ни по одному показателю необходимости в принудительной вакцинации нет Конец цитаты Ну, естественно, Ради Фаритович, вы просто, наверное, забыли о 30% избыточной смертности Вообще у нас тревог никаких быть не может, да, ведь по поводу COVID-19 Далее, юрист Хабиров излагает свою личную позицию и свое отношение к принудительной вакцинации Которая стала, вольно или невольно, центральной темой его выступлений Цитирую Моя личная позиция, я бы очень не хотел объявлять обязательную вакцинацию Так как это во многом личное дело каждого Но если обязательства нас заставят, мы можем пойти и на это Конец цитаты Ну, давайте так, что такое обязательства нас заставят Какие обязательства у вас и перед кем есть, Ради Фаритович, что вы будете вынуждены нарушить законы Российской Федерации Вот с этого места поподробнее Какие и перед кем у вас обязательства Ну, я как не юрист юристу, еще раз могу напомнить и сказать, что Ради Фаритович, нет у нас законодательной базы для введения принудительной вакцинации А гордиться тем, что вы не готовы нарушать законы, ну, это как минимум глупо В общем, вот примерно так Далее Хабиров начал тезисно говорить о том, что нужно сделать И в частности, нужно ускорить вакцинацию, об этом он уже говорит давно Ограничить массовое пребывание граждан на улице Далее, он сообщил о том, что он абсолютно уверен в правоте своих решений И в правильности тех ограничений, которые он вводит с 22 июня В частности, ограничение приобретения товаров и услуг Без наличия справок ПЦР, либо справок о вакцинации, либо справки о невозможности сделать прививку Либо справки о том, что человек переболел Вообще интересен механизм, как это будет и кем контролироваться Я уже говорил, что мне забавно и любопытно узнать, кто будет притворять в жизнь вот эти вот массовые решения Господина Хабирова Но с 22 числа наступят ограничения только для спортивных мероприятий Всевозможных музеев и тех заведений, которые принимают массово граждан на экспозиции Либо на какое-то посещение В частности, Хабиров, комментируя вот эту меру, заявил, что именно это защита от недобросовестных людей Собственно, вот в этот момент я констатирую то, что официально дан старт дискриминации людей на вакцинированных и невакцинированных Потому что те, кто вакцинирован, у нас добросовестные, а те, кто не вакцинирован, они недобросовестные Но останется только придумать какое-то визуальное различие Может быть, какие-нибудь звездочки нашивать на одежду, значки носить на шапках Может быть, это будут повязки, еще какие-то вещи То есть, вот добросовестные и недобросовестные уже у нас появились Однако, с 29 июня, правда, всего лишь до 2 июля Ну, сами понимаете, фолклориады Значит, у нас будет запрет посещения общепита без вот этих вышеперечисленных справок И тут появилось некоторое изменение Видимо, с момента, когда вообще были запущены эти все ограничения В прошлый четверг, когда они были оглашены Хабирову объяснили, что то, что было там написано в этом указе, это, ну, общая сущая ересь Речь идет о количестве посадочных мест в ресторанах и кафе И внесено изменение Не 10 посадочных мест, а 50 То есть, в 5 раз увеличен ценз вот того заведения, которое должно требовать справки ПЦР Там, либо там вот эти вот значки о вакцинации и прочее, прочее Ну, тоже весьма спорная история Судя по всему, некое сообщество рестораторов уже подползло на колени к Белому дому и попросило вот не делать этого Собственно, перечислив вот эти вот карательные меры, которые нас ждут в ближайшие дни Хабиров перешел к анализу того, почему провалилась их операция по агитации вот этого вакцинирования А это, на самом деле, абсолютно очевидно Башкирия провалила и саму вакцинацию, и мобилизацию граждан на эту вакцинацию Чтобы не делалось, мы вакцинировали вдвое меньше населения, чем в среднем по Российской Федерации И Хабиров во всем обвинил, естественно, граждан Ну, кто еще у нас, может быть, виноват в провалах Хабирова? Ну, это вот это несносное население И Хабиров заговорил о мракобесии Цитирую В общественном сознании, запятая, в паблике Преобладает самая настоящая мракобесия Мы пока проигрываем сущностный спор с мракобесием Подключайте общество знания, подключайте Академию наук Конец цитаты Ну, вот в этом высказывании Хабирова, конечно, богато содержится вообще, в принципе, сущность всего, что делается Во-первых, поручил борьбу с мракобесием Хабиров господину Сидякину Естественно, человеку, который, ну, чужд, видимо, мракобесию Потому что коллекционирует черепа мартышек Всевозможные поделки из костей священных животных Ну, и разные там другие тросточки В целом, конечно, Сидякин абсолютно далек от мракобесия Видимо, он и с ним справится Вообще-то, я бы рассказал на самом деле, что такое настоящая мракобесия ради Фаритовича Вот настоящая мракобесия, в моем понимании, это когда чиновник высокого ранга Мэр города, например, города Тюмени, а потом, например, города Москвы Дабы усилить свое политическое влияние Дабы укрепить свою карьеру и мужскую силу Раз в неделю ездит посидеть на стульчике Григория Распутина Вот это на самом деле мракобесия Вот эта история о Собянине, который еще когда он в Тюмени работал Он ездил посидеть на этом стульчике Вот это ради Фаритовича мракобесия Вы правильно оцениваете А то, что люди не верят лично вам и вашим ребятам Вот этим всем, начиная с Сидякина и заканчивая Шамиле Валеевым И всякими диркачами Вот они просто тупо не верят Когда вот вы и они агитируете применить какой-то медицинский препарат Для них, для этих людей Люди говорят, не-не-не, мы вам не верим Мы боимся Это не мракобесие Это нормальное опасение Это нормальное недоверие называется Вам нужно бороться с недоверием к вам лично и вашей команде А не с мракобесием, которого на самом деле в нашем обществе не так уж и много Далее Хабиров попытался хоть немножко спасти ситуацию с вакцинацией при помощи административного ресурса Он дал поручение к 25 июня То есть это вот буквально на днях Вакцинировать 30% госслужащих И подведомственных бюджетных учреждений А ко 2 июля аж 60% Я не представляю, во-первых, где он возьмет столько вакцин У нас нет такого резерва вакцины Но, в общем, поручение дано И он его тоже назвал настоятельной просьбой к чиновникам Но при этом Хабиров долго цветисто разговаривал о том Что если человек не понимает, что он должен вакцинироваться То в его представлении это плохой чиновник Это вообще никуда не годный чиновник Это не государственный человек Ну и так далее, и так далее, и так далее Хабиров упомянул, что после того, как были оглашены вот эти угрозы Минувшего четверга Вакцинация пошла живее И ему докладывают о том, что на 28% вакцинация ускорилась Но что на самом деле тоже абсолютно наглое вранье Если бы это было так, то вообще Хабирову и его команде было не о чем беспокоиться Вакцинация скоро бы благополучно завершилась В республике Башкортостан Подытожив весь вот этот вот балаган Который был развернут вокруг вакцинации И провала вот этой кампании по агитации Хабиров снова сам себя стал уверять Что он принимает разумные и адекватные решения Конец цитаты Ну это было похоже на самоубеждение Потому что судя по всему Хабиров конечно сомневается Правильно ли он поступает Поступает он структурно неверно Потому что нельзя применять кнут после применения пряника Это абсолютно верно было замечено Всеолодом с пиваком недавно В одном из эфиров я абсолютно с ним согласен Говоря о том, что сначала должен быть кнут, а потом пряник Это классика, Радий Фариточ Вы ее перевернули наоборот Безусловно это не сработает И еще раз повторю Работать нужно с доверием населения А вовсе не с мракобесием Которое вам кажется предпочтительным Когда вы пытаетесь найти причину того Что люди не идут и не откликаются на ваш зов Вы предпочитаете их оскорбить И обозвать обидными словами На самом деле причина лично в вас, Радий Фариточ В вашей команде В тех людях, которые занимаются вот этой пропагандой Завершая свое пространное вступительное слово Хабиров заговорил о выборах Он напомнил о том, что на минувшей неделе Выборы в Государственную Думу Были объявлены Владимиром Путиным А также Хабиров сообщил С некоторым запозданием, конечно О том, что он решил возглавить Республиканский список единороссов На выборы в Государственную Думу Ну, честно говоря, я сам удивился Когда я увидел в минувшую субботу Что список пополнился Хабировым И Хабиров возглавил этот список Вообще-то во главе списка был Сидякин Который триумфально победил на праймере с Единой России Хабиров в праймере с не участвовал Но, тем не менее, возглавил список Ну, партия Единой России вообще так устроена Что там можно все что угодно переписать и переделать То есть, ну, вот вписали туда Хабирова Не уверен до конца, что это личное решение Радия Фаридовича Я думаю, что на съезде в Москве там были какие-то разговоры, переговоры Называется это абсолютно точно паровоз Когда главу региона или какого-то авторитетного человека Ставят во главе списка, чтобы тащить его за собой Говорит это о неуверенности в том, что список пройдет там в должной мере через выборы Хабиров, говоря об этом на оперативном совещании Сразу же оговорился, процитирую Я принял решение возглавить список кандидатов в депутаты Государственной Думы от Единой России Чтобы не было разговоров, в моих планах нет планов Переходить на работу в Государственную Думу Но я как секретарь регионального отделения и все риски принимаю на себя Конец цитаты Ну, начнем с того, что это, конечно, абсолютный абсурд В том смысле, что человек, заявляя, что он идет баллотироваться на выборы в Государственную Думу Который будет просить избирателей проголосовать за него по какой-либо причине Заранее оговаривается, что он не собирается занимать место депутата Ну, более абсурдные истории на выборах, наверное, придумать нельзя То есть, помните, да, были всякие истории про фейковых депутатов, про фейковых кандидатов Мы даже там как-то раз с Зульфией Гассиной посудились И суд принял решение, что она действительно фейковый кандидат А здесь Хабиров сам себя заявляет как фейкового кандидата То есть, он во всеуслышание заявил, что да, я буду баллотироваться Но при этом я потом не буду занимать должность в Государственной Думе Тут, конечно, впору задуматься о роли господина Сидякина В общем-то, он до этого момента играл роль и паровоза, и пионер-вожатого Во всей этой истории конструкции Однако, получается, что его авторитета у Сирии недостаточно Для того, чтобы тянуть за собой всю группировку Единой России на выборах И вот ставят Хабирова У меня есть подозрение, что он не хотел этого И эти подозрения основаны на том, что весь период, пока формировался список в Башкирии Хабиров никак не позиционировал себя как единоросс Ну, в общем-то, как-то немножко в стороне от этого всего находился Там шли вот эти пляски с бубнами всякие Шамиля, Рустема Ахмадинурова, Сидякина и вот эти московские парашютисты Хабирова там не было от слова совсем И вдруг он появляется и возглавляет список Это очень странно На самом деле, конечно, Москва и московское правление Единой России Они унизили Башкирию, ну, насколько могли, до самого предела Потому что, ну, такая степень недоверия И такое количество парашютистов, которых они высадили здесь, на нашем плацдарме Конечно, говорит о том, что башкортостанское отделение Единой России Не ставят ни в грош в Москве Понимают, что оно никак толком не работает И вот решили им попользоваться по полной программе А теперь еще и Хабирова, по сути, заставили возглавить список Чтобы он там, ну, был крайним, ответственным Не ушел от участия во всем этом Ну и, естественно, перепачкался сверху донизу во всей этой Единой России Наконец-то перешли к повестке заседания Первым вопросом традиционно был доклад о ситуации с COVID-19 Делал этот доклад первый заместитель министра здравоохранения Зинурова Гульнара Фуатовна Забелин был, видимо, в Москве Собственно, Гульнара Фуатовна нам огласила дежурный набор данных по COVID-19 А именно то, что, по ее мнению, в республике 40 191 заболевший И прирост за последние недели составил всего 108 человек Вакцинировано в конечном итоге обоими компонентами вакцины Примерно 343 тысячи человек Гульнара Фуатовна очень запутала арифметику Она не называла точных цифр, она называла там проценты от процентов Но мне кое-как удалось вычислить, что это 343 тысячи человек То есть менее 9% населения республики Башкортостан на данный момент вакцинировано Это, конечно, провал Даже на фоне российских процентов Я уже не говорю о мировой практике Есть страны, где вакцинировано 70 и выше процентов населения Многие регионы мира уже снимают ограничения И отменяют масочные режимы Ну там Калифорния, Израиль, многие другие части мира Часть Франции Ну много где на самом деле И вот я на прошедшей неделе, будучи за границей Разговаривал с представителями очень многих стран европейских Это и Словения, и Болгария, и Чехия, и Италия, и Франция Действительно, они подтверждают, что ограничения снимаются Ну ввиду того, что вакцинация стала массовой В Башкортостане вакцинировано 9% населения Собственно, Гульнар Фуатвина на этом практически закончила свой доклад Упомянув, что закрывается пункт вакцинации в оперном театре И открываются два пункта вакцинации на центральном рынке И в гостином дворе Что на самом деле правильно Потому что это, ну, точки доступа очень понятные для уфимцев Возможно, это поможет как-то ускорить процесс Вторым вопросом шел вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС Ну, собственно, у нас обновление среди выступающих Двое из троих министров у нас свеженькие Первым выступал новый министр ЖКХ Морзаев Алан Викторович Новый старый министр в правительстве Вот удачно вообще выбрал себе новую стезю Алан Викторович Прямо до слез Выступал он совершенно безобидно Ну, два раза отключили где-то там воду Но остальное ведь все в штатном режиме И дальше Алан Викторович, ну, прямо с наслаждением сообщил Что ведомство работает ритмично, отлично и так далее Правда, Алан Викторович забыл нам сообщить Что с 1 июля в его ведомстве в ЖКХ Республики Башкортостан Происходят очень серьезные события Я говорю о повышении стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства В частности, например, в Уфе вырастет стоимость отопления Вот того самого отопления, о котором мы так много говорим Если до 1 июля мы платили 2198 рублей за гигакалорию То с 1 июля нам будут уже считать Ну, сначала отопительного сезона, естественно 2265 рублей 67 рублей добавляет нам Алан Викторович К стоимости этой гигакалории Которая самая дорогая в Российской Федерации Вот это, конечно, Алан Викторович почему-то нам не стал рассказывать А также он не стал рассказывать нам о том, что в среднем на 3% с 1 июля подорожает вода, газ, электричество и прочие коммунальные услуги Водоотведение и прочее, прочее, прочее Почему господин Морзаев не говорит о самом важном А рассказывает о каких-то двух очень недолгих и незначительных отключениях и тщательной уборке территории Я не знаю Судя по всему, это и будет дальше сущностью деятельности Алан Викторовича на его новом посту Рассказывать об успехах дворников и подметальщиков А вот о реальной ситуации в ЖКХ мы будем слышать все меньше и меньше А узнавать новости будем, видимо, из платежек, которые нам будут приходить и которые нас будут каждый раз удивлять Следующим докладчиком по этому вопросу был новый министр транспорта и дорожного строительства Господин Булышев Александр Владимирович Который сообщил нам о том, что статистика ДТП неуклонно ухудшается На 6 человек погибло больше за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года А еще не было зимнего гололеда и прочих вещей У нас будет, конечно, обострение этого всего осенью и зимой То есть я в который раз констатирую, что победить вот эту смертность на дорогах нам не удается И, видимо, не удастся, потому что не та методика, не те меры принимаются вот этими товарищами и министрами Что Морзаев там сидел, что вот этот Булышев, господин Битум В общем, видимо, не той дорогой идут эти граждане В частности, еще господин Булышев упомянул о вот этом вот преснопамятном инциденте с 19 июня С самолетом Каир-Уфа, на котором, собственно, я вернулся с отдыха И действительно было подтверждено, что была именно аварийная посадка Именно возгорание шасси у самолета Боинг Ну, в общем, тут, конечно, вины башкирских властей действительно немного Это, видимо, проблема самолета или авиакомпании Но достаточно редкое явление вот случилось в нашем Уфинском аэропорту А далее Хабиров анонсировал новшества, которые внесены в регулярные совещания правительства В частности, Хабиров сообщил, что теперь он намерен заслушивать руководителей Крупнейших предприятий Республики Башкортостан Об их успехах, перспективах, проблемах и так далее, и так далее И начать, естественно, Хабиров решил с башкирской содовой кампании Вызвал на доклад господина Давыдова И Эдуард Маликович рассказал нам о ситуации в БСК И о том, какие перспективы ждут это замечательное и крупнейшее предприятие Республики Прежде чем начать комментировать доклад господина Давыдова Оговорюсь, что с момента, когда случилась вот эта история с БСК Когда под шумок всех этих протестов Федеральный центр взял и отобрал у частных собственников акции БСК Вот в этот момент, конечно, было очень много разговоров О персоне самого господина Давыдова Что, ну, останется он, не останется генеральным директором Вообще, откуда он взялся, кто он такой Ну и почему он там генеральный директор Собственно, он попал на эту должность исключительно благодаря частным акционерам Которые его там каким-то образом утвердили и туда поставили То есть он был такой, конечно, достаточно неопределенной фигурой Никто до конца не мог понять, откуда он взялся и какова его роль Ну и, естественно, было много рассуждений, что же теперь с ним будет Ну, с приходом нового собственника в лице государства Российской Федерации И после того, как управление контрольным пакетом было передано Республике Башкортостан Ну, многие засомневались в том, что Эдуард Маликович останется на своем посту Ну вот, собственно, мы сейчас получаем ответ Судя по всему, господину Давыдову удалось договориться с Хабировым и его окружением О том, что он остается на этом месте работать дальше По крайней мере, то, с чего начал господин Давыдов, об ином говорить и не может А начал, собственно, Давыдов с пространной, цветистой Такой, значит, очень пахучей благодарности в адрес лично Хабирова и руководства республики Изысканно рассыпавшись в благодарностях за то, что было сделано Радием Хабировым Для башкирской содовой компании Давыдов, в общем-то, на самом деле не сказал ничего Он был благодарен только за то, что вообще Ради Фаридович существует Он есть, он приезжает на БСК И, в общем, вот только это доставляет Давыдову эмоции очень близкие к оргазму Ну, в общем, он прямо трясся и благодарил Дальше Эдуард Малькович перешел к конкретным, значит, вещам Что же было сделано за минувший период Пока еще все еще до конца все не было утверждено Напоминаю, что окончательное решение о передаче контрольного пакета республики Башкортостан Путин принял буквально вот на прошлой неделе Однако Хабиров и команда уже, в общем-то, как-то опережая события Вступили в права владения и всячески, значит, с этим предприятием играли Собственно, что было сделано Во-первых, в строках господин Давыдов докладывает о том, что он ликвидировал Московский филиал, Московский офис БСК Что, собственно, позволило сэкономить 1 миллиард рублей в год Ну, круто, конечно, жили ребята И, собственно, он там тоже неплохо отдыхал, я имею в виду самого Давыдова Миллиард рублей в год на содержание офиса в Москве Это очень здорово, конечно В общем, вот это прекратили и этот миллиард сэкономили в конечном итоге Далее, возродили производство синтетических моющих средств Что позволило организовать 125 рабочих мест на БСК Ну, в общем, довольно скромный показатель Давыдов длинно и путанно, несколько раз возвращаясь к одному и тому же Рассказал нам о том, что в перспективе на БСК будет производиться не только кальцинированная сода Или пищевая сода, еще кое-какие вещи Но и хлористый кальций, гранулят резины Всевозможные полуфабрикаты из вторичного сырья для дорожного строительства и прочее Упомянул о том, что на Петербургском международном экономическом форуме Было подписано соглашение между БСК и правительством республики Башкортостан Ну, по сути, очень непонятная бумага Потому что правительство и так контролирует предприятие Зачем с ним о чем-то договариваться? Ну, в общем, вот Общую сумму инвестиций, которые планируют инвестировать во все сферы деятельности БСК за ближайшие 10 лет Господин Давыдов оценивает в 300 миллиардов рублей Это много Но люди, которые понимают, уже начали говорить, что в эту сумму натолкали все, что можно В том числе экологические затраты и прочее Называть это по-настоящему инвестициями, конечно, нельзя Ну, будем посмотреть, что будет на выходе, какие новые производства появятся у БСК И там уже будет понятно, куда делись эти 300 миллионов и были ли они вообще Господин Давыдов упомянул о двух важнейших проблемах БСК Это сырьевая база комбината и Белые моря Ну, собственно, начнем с сырьевой базы Эдуард Маликович видит решением проблемы БСК в части обеспечения сырьем как минимум до 2027 года Очень простое решение Копаем дальше Шахтау Еще там на 4 метра До отметки 112 метров Собственно, об этом все и говорили давным-давно Еще когда только начинались Еще когда, значит, вот эти вот оголтелые пропагандисты бегали по Уфе и кричали, что, значит, Таратау нужно отдать И когда, значит, там вот эта Марина, одержимая, значит, носилась тут и собирала круглые столы Тогда раздавались голоса Ребята, копайте дальше Шахтау, не трогайте горы У вас там дофига еще этого известняка Они с пеной у рта, я имею в виду БСК И, собственно, сам господин Давыдов уже впоследствии доказывали, что сделать это невозможно Никакой возможности нет Рентабельность предприятия падает ниже нуля Все, крышка, закрываем ворота Дословно звучало так Сейчас на голубом глазу Эдуард Маликович рассказывает нам, что легко и непринужденно До 2027 года он обойдется сырьем с Шахтау Но параллельно он ведет переговоры с альтернативными месторождениями в республике Башкортостан Причем их так много, этих предложений Что Давыдов оговорился, что он даже не будет называть название, чтобы не препятствовать там конкуренции Потому что они еще и выбирают, где подешевле Уже пробные партии завозят, уже, значит, все нормально То есть, вот эти слова господина Давыдова полностью опровергают те тезисы, которые звучали, ну, буквально еще полтора года назад Кстати говоря, звучали и из уст дорогого Радия Фаритовича, и из уст руководства БСК То есть, ну, мы помним, да, ботинки переодели слева направо Ну, очень было забавно слушать вот эти вот вещи Но, тем не менее, констатируем, поставщики сырья найдены Сырья в республике так много, что ни о каких горах даже думать не нужно Да и на Шахтау еще на 4 года, на 6 лет вперед хватает этого сырья То, что касается Белых морей Господин Давыдов сообщил нам, что 460 гектаров, залитых дистильной жидкостью, подлежат рекультивации в 2022 году То есть, примерно через год Господин Давыдов обещает прекратить подачу дистильной жидкости на 230 гектаров То есть, ровно на половину этой площади Что дает, по его мнению, старт естественному осушению А затем произойдет засыпка глиной землей Он считает, что это рекультивация, а сверху он высадит деревья Ну, посмотрим На самом деле, конечно, неплохо было бы пообщаться с учеными Вот когда выпарится вот эта вода оттуда При том, что перестанут подавать дистильную жидкость Вот этот вот, ну, хлористый кальций же он выпадет внутри Во все эти естественные и неестественные емкости Останется ли эта почва способной к воспроизводству, значит, и будет ли на ней что-то расти У меня вопрос с специалистом Ну, господин Давыдов считает, что достаточно сверху это все присыпать землицей, глиной И потом высадить сверху деревья Ну, жизнь покажет, правильно ли он рассуждает Сможет ли он засадить деревьями 230 гектаров, ну и так далее Кстати говоря, господин Давыдов довольно дельную вещь сообщил О том, что они планируют выпарку хлористого кальция Как элемента для реагентов в зимний период Ну, вообще, да, есть такая технология Вопрос только в стоимости Во сколько обойдется выпаривание вот этого хлористого кальция Дело в том, что, ну, реагенты для посыпания в зимний период По определению должны быть копеечными А выпаривание все-таки довольно энергоемкий процесс И вот хотелось бы понять, в какую копейку вылетит нам, как собственникам БСК Государству и вообще налогоплательщикам Вот эта вот идея по выпариванию Ну, посмотрим Это все тоже проекты Проекты, это тоже все интересные мысли Завершая свой доклад Господин Давыдов сообщил и об экономических показателях предприятия Выручка за 6 месяцев 2021 года составила 28 миллиардов рублей Операционная прибыль составила 10 миллиардов рублей Чистая прибыль 7,8 миллиарда Экспорт составил 7,2 миллиарда рублей В среднем показатели за 2021 год В сравнении с тем же периодом 2020 Выросли на 22, 37, 35 процентов То есть, ну, это колоссальный рост Учитывая объемы и валовые, значит, обороты БСК Ну, 30-20 процентный рост, это просто капец Я, конечно, понимаю, что Эдуард Маликович кривит душой Так как практически вся чистая прибыль Это экспорт за границу А, извините, курс доллара у нас очень сильно подрос А господин Давыдов исчисляет все свои показатели в рублях То тут, ну, простая арифметика говорит о том Что только рост курсовой стоимости американского доллара Обеспечил рост вот этой вот рублевой выручки для БСК Там вот примерно на те же самые 22 процента Ну, в общем, не будем вдаваться в бухгалтерию Констатируем только то, что это не просто успешное предприятие Это мега-успешное предприятие Его обороты растут на 22,35 процента, соответственно Вот эти цифры, конечно, очень порадовали Ради Фаридовича Он не выдержал, прервал Давыдова Заявил, что, вот дословно цитирую Эти цифры, наш ответ Чемберлену Прекрасные цифры, конец цитаты Я не понял, при чем здесь Чемберлен? Вообще, в оригинале шла речь совсем о других вещах Но Ради Фаридович почему-то считает Вот успех башкирской содовой компании И рост экспорта сырья за границу Он считает, как бы, ответом Чемберлену Ну, не знаю, оставим это на его совести Цитат у Ради Фаридовича всегда немного Я имею в виду, он никогда никого не цитирует Видимо, потому что не очень читающий человек Или плохо с памятью Но вот тут у него, значит, выскочила откуда-то из подсознания Вот это про Чемберлена В общем, очень порадовался Хабиров еще поручил Давыдову такую вещь, цитирую Смотрите не в 21 век, а смотрите в 22 век Ну, то есть, когда речь зашла о модернизации Там инвестирование вот этих 300 миллиардов рублей Ну, хотелось бы напомнить, Ради Фаридович Что, конечно, БСК это технология 19 века Имеется в виду основная технология по получению соды Речь пока не идет о кардинальном изменении технологических процессов И потому ни о каком 22 веке речь идти не может Но вот Хабиров, конечно, возрадовавшись вот этим миллиардом Заповедал смотреть в 22 век Если подытожить в целом доклад господина Давыдова И вот его рассказ о перспективах БСК Собственно, ничего такого нового он не рассказал Нам уже примерно 10 раз все вот это в РОС и вместе Преподносили как величайший успех и Хабирова, и Путина И вообще здесь, значит, нашей экономической политики У меня только один вопрос Почему вот раньше всего этого не было? Почему вот этой вот модернизации Там вот этих вот благ социальных, которые обрушились на работников БСК Почему раньше не было? Где, когда этого раньше не было, был господин Давыдов Как господин Давыдов относился к политике тех частных собственников Которые, собственно, были его работодателями И как он ее оценивает, эту политику Как тогда он ее оценивал Что говорил господин Давыдов, когда шла полемика о Куштау и прочих вещах Вот хотелось бы понять, насколько искренне была вот эта вот Любовь, которую продемонстрировал Эдуард Маликович К Ради Фаридовичу, к руководству республики Насколько это искренне Насколько этот человек, ну, в состоянии, скажем Служить верой и правдой Хабирову Так же, как он служил верой и правдой, например Вот этим вот троим частным собственникам У которых отобрали эти акции Я не знаю, насколько Хабиров вообще доверяет людям Которые способны на подобные поступки Но, судя по некоторым признакам Это, ну, достаточно широкая практика у них в команде То есть, поменять окраску, поменять хозяев Переобуть обувь Ну, это вот, в общем-то, ну, как Шамиль Валиев нам это в ролике показывал Как это делается А остальные члены команды, видимо, это, ну, как бы Деятельно подтверждают, что это вполне нормально Ну, в общем, оставим все на совести Ради Хабирова Если ему нравится и устраивает его Давыдов Значит, так тому и быть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова